Стрельнут стариной, в строй возвращают шесть типов ЗРК. Сергей Сгурец, корреспондент, Украина. 8 мая 2018 года. На треть увеличится количество боеспособных комплексов в составе зенитных ракетных войск, ЗРВ, ВС Украины, способных сбивать самолеты, крылатые ракеты, а также беспилотники врага. Таков мой оптимистический прогноз, если совместные усилия Министерства обороны, предприятию Краборонпрома, а также частных компаний, уже глубоко вовлеченных в решение актуальной задачи, будут результативными. Практически все типы ЗРК, которые за избыточностью были выведены из боевого состава в период с 2003 по 2013 годы, и к которым есть значительный запас ракет, получают шанс тряхнуть стариной. Сегодня защитный щит над Украиной держат зенитные ракетные системы и комплексы советской разработки двух типов. Это самоходные ЗРК средней дальности С-300ПС, С-10Б Грумбли, ИБУК-М1, С-11Гатфлы. Трехсотка и БУК могут уничтожаться или противника на максимальных дальностях в 75 километрах и 32 километра, и высотах до 27 километров и 22 километра соответственно. Количество дивизионов этих ЗРК – около полусотни. При высокой выучке личного состава и исправности всех ЗРК, это достаточно мощная сила. Но руководством вооруженных сил принято решение существенно усилить количественный состав отечественных средств ПВО. Это связано с необходимостью прикрытия наших войск в зоне соприкосновения с противником, как в позиционной, так и в активной обороне, а также с уплотнением прикрытия объектов первой категории. К таким объектам, в частности, относятся города-миллионники, атомные станции и плотины гидроэлектростанций. В строй могут вернуться сразу шесть типов зенитных ракетных комплексов и систем. Это три ЗРК малой дальности, самоходные Куб, 2К-12, и Тор, 9К-330, и пока транспортируемый С-125. Два средней дальности, С-300ПТ, транспортируемый, близкий родственник штатного самоходного С-300ПС, и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В-1, С-12 «Гладиатор». И, наконец, дальнобойная С-200В. Зенитная ракетная система большой дальности С-200В – особая тема. С-200В – С-5 «Гаммон», как галия в Холодной войне. Он встал на службу в 70-х годах. Комплекс стационарный вроде бы староват по нынешним меркам. Но есть нюанс. Стражил обладает ракетами с мощной боевой частью и способен поражать цели на дальности в 240 километрах и на высоте от 300 метров до 40 километров. Дивизионы С-200В способны уничтожать самолеты врага до того, как они долетят до рубежа, с которого они могут применить собственное вооружение. Также считается, что «двухсотка» не позволит приблизиться к Украине вражеским воздушным командным пунктам, самолетам-разведчикам и самолетам-постановщикам всех типов помех. Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией. Ну, хотя бы потому, что просто страшно. В 2012 году у нас в ЗРВ было четыре воинские части, которые были вооружены из ЗРС С-200В. Группы дивизионов С-200В были размещены возле Львова, под Киевом, а также под Херсоном и Феодосией. Все они по итоговой проверке 2012 года были признаны боеспособными. Но уже в начале 2013 года решением тогдашнего министра обороны Лебедева все они внезапно были признаны устаревшими. Их сокращение заняло буквально месяц. Отдельные элементы, например, кабели на позициях, так как это комплекс стационарный, просто рубились топорами. Тогда же из боевого состава была выведена и Уманская зенитная ракетная бригада, три дивизиона, вооруженная комплексами С-300В-1. В командовании ЗРВ до сих пор служат люди, которые поддержали оба этих решения. Самое время, наверное, у них спросить, почему. Сегодня в Минобороны не исключают, что 200-ка еще пощиплет нервы российским воздушным командным пунктам и пилотам самолетов с боевой нагрузкой. Не исключено, что за реанимацию 200-ки возьмет ЦКБ Южный и сделает ракету для этой системы твердотопливной. Но это вряд ли произойдет до конца года, хотя по остальным комплексам проверочные стрельбы планируется провести уже до конца 2018 года. По крайней мере, в этом заинтересованы Минобороны. Учитывая объем необходимых работ, технологические ограничения и жесткие строки, это сложная задача. По некоторым ЗРК нет ремонтной документации. Поэтому фактически нужно провести обратный инжиниринг блоков и узлов, их отремонтировать или восстановить, и обеспечить применение комплексов по назначению. При этом от предприятию Крабаран Прома и частных компаний модернизации комплексов, которые они берут в средний восстановительный ремонт, пока не требуется. Хотя некоторые из ЗРК, в частности, тот же С-125М Печор обладает существенным потенциалом для наращивания боевых возможностей. За счет установки на ракеты 5В-27Д новых полуактивных или активных головок наведения, которые разработаны киевской компанией Родионикс, дальняя граница зоны поражения АС-125М увеличивается по дальности с 18 до 40 километров, по высоте – с 18 до 25 километров. В максимально навороченной версии появляется возможность обстреливать 8 вражеских целей одновременно. Работа комплекса с пусками ракет с полуактивной головкой уже проверена практикой. У зарубежного заказчика ответственность за весь реанимационный пакет по продлению ресурса ракет к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня стоят на вооружении ВС Украины, а также к тем, которые будут введены в состав ЗРВ в ближайшей или среднесрочной перспективе, за исключением двухсотки, возложено на государственное киевское конструкторское бюро «Луч», во взаимодействии с другим киевским предприятием «Визар», также входящим в состав ГК «Украбаранпром». Как известно, во времена Советского Союза на предприятии «Визар» собирались ракеты к ЗРК С-300. На «Визаре» также есть ряд необходимой контрольно-измерительной аппаратуры для проверки параметров ракет. Модернизация или разработка новых образцов зенитных ракетных комплексов для ВС Украины – следующий этап в усилении отечественного противовоздушного щита. Проекты есть по комплексам малой, средней и большой дальности. Причем, что интересно, с использованием уже существующего промышленного и технологического задела, по утверждению разработчиков, с которыми я общался, на результат пада испытания можно будет выйти уже в течение двух лет. Причем с весьма вменяемым финансированием. Ставка сделана максимально на свои возможности. Но помощь или партнерство со стороны западных компаний будет необходима для приобретения современной элементной базы с требуемыми характеристиками. Пока с этим пробои. Но это уже другая, более долгая история, о деталях которой в следующий раз. А пока задача номер один формулируется просто. Стрелять должно все, что есть. Сергей Сгурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, DNC Express. Рубрика «Я» Корреспондент является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов. Продолжение следует... Продолжение следует...